Борис Васильев Три дня соревнований. Ты в этот раз с нами все три дня. Скажи мне, что тебя особо порадовало и что, возможно, тебя огорчило? Фанаты, в частности, тот же Саша Эскин. По непонятным пока причинам мы будем их разбирать. У него не получилась форма. Я из-за этого достаточно сильно переживаю. Для меня эти соревнования скорее ознаменованы некой грустью, чем радостью. Несмотря на то, что один из моих спортсменов Сережа Кулаев, он долго шел очень к этой победе, он ее добился. Я считаю, что добился ее совершенно искренне. Могу, если есть вопросы, объяснить почему. Совершенно честно. Простите, да, мы на банкете, я, может быть, там некоторые слова русские забываю и путаю, но в целом смысл того, что я сказал, надеюсь, всем понятен. Поэтому не могу сказать, что я в полном объеме удовлетворен теми соревнованиями, на которых мы с вами присутствовали. Но 50-50, 50 на 50. То есть отчасти я доволен, отчасти я глубоко расстроен. Я бы так сказал, Саша. Ну, на самом деле, я не могу понять, чем ты на самом деле расстроен, поскольку вид спорта у нас такой, что в любой момент от организма спортсмена можно ожидать всего угодно. Совершенно случайно это произошло. Я так понимаю, Эскин на взвешивании не был в том виде, в котором он пристал сегодня на обозрение нас всех. Более того, извини, Сашто, перебиваю. То есть вчера мы его смотрели, он действительно был в очень хорошей форме. Я даже некоторым людям пообещал, что он, возможно, будет биться с Сережей Кулаевым за абсолютку. Но, наверное, именно потому, что я надеялся на это, и это не произошло, я чуть-чуть разочарован. Но в целом я благодарен городу Краснодар, благодарен очень хорошей организации Игоря Самохина, благодарен своим любимым спортсменам, благодарен их соперникам. Ну, в общем, я всем благодарен, включая тебя. Значит, включая меня, это значит не только я, Александр Тимошенко, но, видимо, все-таки мой партнер Игорь Хопчик. Безусловно, Игорь стоит за камерой, да, я благодарен в не меньше степени, чем всем остальным. Совершенно верно, совершенно верно. Значит, осень. Осень, я, так скажем, ну, мы поговорили, у нас в Питере очень дружная федерация, надеюсь, вы об этом знаете. Мы переговорили с Сашей Вишневским, с Арсеном Янгиевым, с Владимиром Ивановичем. То есть мы намерены дать такой серьезный бой с точки зрения командного первенства. Надеюсь, что у нас это получится, потому что в этот раз, ну, если говорить искренне, то я не совсем удовлетворен тем результатом, который был. Потому что, ну, вот победа, когда она спорная, меня не радует. То есть ты хочешь сказать, что сейчас раздали итоговые протоколы, и итоговый протокол в командном первенстве начинается с моей команды Калининграда, третьего места, а сверху нет ни Москвы, ни Питера. Саш, я насчет сборной Калининграда, я испытываю глубокое уважение к этой сборной, только по одной простой причине, что это ни Питер, ни Москва. Более того, это не самый, далеко не самый крупный город России, и то, что вам удалось занять третье место, я считаю, это воистину успех. Ну, это мое... Спасибо большое. Да, это честно, это честно, я понимаю, что была проведена определенная и немаленькая работа, и поэтому, что касается сборной Калининграда, то как раз здесь у меня, ну, нет никаких претензий к тому, как вы выступили. Я считаю, что это действительно успех, и, в общем-то, готов пожать тебе твою руку. Жалко, что нет Юрия Федоровича, да, то есть я бы пожал с радостью руку и ему. Ну, вот, то есть осенью ты хочешь сказать, что Питер выставит команду такую, чтобы все вопросы, правильно, что-то неправильно, сами собой отвалили. Да, Саш, ты давно в этом виде спорта, да, ты знаешь, что обычно у нас, в принципе, так и получается, то есть на этот раз у нас, я это признаю, у нас это не получилось, если бы сборная Москвы одержала сейчас командное первенство, никаких бы, ну, сожалений. Мне сожалеть можно было бы только о том, что мы плохо подготовились, потому что, ну, в целом, наверное, это действительно так, то есть они подготовили очень хороших классиков, мне очень нравится девочка, которая выступает у них в фитнесе, очень нравится, мне, безусловно, нравятся те ребята, которым удалось выиграть в бодибилдинге, но я считаю, что Кулаев заслуженно совершенно победил, потому что слишком большая разница по генетическим данным, чем бодибилдинг, в моем понимании, все-таки вид спорта, который напрямую зависит от генетики. Прекрасный ответ, но следующий вопрос будет тоже про генетику. Да. Насколько я знаю, тебе достаточно, очень, так сказать, нравится номинация фитнес-бикини. Ну, первый раз от тебя об этом слышу, Саша. Ну, скажем, хорошо, может быть, она тебе не сильно нравится, но, по твоему разумению, чьи взгляды больше всего могла бы привлекать из тех бикинистов, кого ты знаешь, на сегодняшней, на вчерашней сцене. Если я в BB Pro-то имею в виду? Ну, да, где-то так. Ну, мне довелось, так скажем, после Олимпии присутствовать на банкете, и я так вот волею случая попал, не зная сам того, да, потому что я не очень внимательный человек. В определенный круг. Да, я попал в определенный круг, где присутствовала непосредственно мисс Олимпия в этой номинации. И, собственно говоря, ну, наверное, из всех тех спортсменок, которых я сегодня видел на подиуме, на самом деле, я хочу так сказать, не знаю, согласишься ты со мной или нет, у нас очень высокий уровень бикини на сегодняшний день, вот то, что я увидел в абсолютной. Я, безусловно, с этим согласен. Да, вот, условно говоря, все три девочки, которые были, я сейчас не хочу вмешиваться в расстановку судей, это неблагодарное занятие. Можно было расставить так. А нам еще и запрещено это делать. Можно было расставить, наверное, по-другому. То есть, в целом, я правда считаю, что тройка, она практически безупречная, да, то есть, дальше уже там разговаривать о распределении места, ну, еще раз повторю, дело неблагодарное. Вот, но я хочу сказать, что в целом картинка абсолютки меня очень порадовала, потому что девочки действительно крайне близки к тому уровню, который мы видим на Олимпии. Ну, что, я на этом хочу закончить, Борис, на такой мажорной ноте женщины, девочки, Олимпия, Борис Васильев, город Краснодар, Порт-Арлист-Лапс. Город Санкт-Петербург у меня. А, мы живем в Краснодаре сейчас. Ну, в данный момент. А завтра мы уже будем... Да, кстати, спасибо еще раз Игорю Самохину. Замечательные соревнования. Самохин красавчик. Да. Да и вообще всем спасибо. Да. Всем спасибо. Борис, тебе тоже спасибо, что нашел время, уделил нам внимание. Спасибо, ребята. Удачи. Спасибо.